Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Вот отсвела наша аквилегия и сейчас тем, кто хочет собрать с нее семена, нужно быть внимательным. Коробочки семенные уже сформировались и со дня на день они будут открываться. Вот видите, уже небольшое открытие начинается. Нужно не упустить момент, если коробочки откроются, при малейшем ветре они все высыпятся на землю. Потому что эти все растения, они очень хорошо распространяются самосевом, они склонны к самосеву, но при самосеве они вырастают где попало, а не там где нам нужно. Нам нужно эти семена собрать, упаковать в пакетик и осенью посеять туда, где они должны расти. Посев и выращивание аквилегии рекомендуется все-таки делать через подзимний посев. Самые здоровые растения вырастают именно после посева под зиму. Они проходят закаливание зимой и вообще для них это лучше. Это очень удобно. Весной не надо возиться с лотками, с рассадой. Сейчас вы соберете семена с аквилегии, положите в пакетик. Осенью, когда мы будем делать подзимние посевы, я сниму видео, ничего сложного в этом нет. В рыхлую землю, в бороздки раскладываем семена, прикрываем землей. Все, весной они сами взойдут, вырастут и вы посадите их потом на постоянное место. Главное сейчас смотрите, вот сейчас коробочки еще совсем зеленые. Прям чуть-чуть, через день-два вы можете срезать все эти, можно полностью ветку, можно каждую отдельно отщепнуть. Положите у себя дома, прикройте тканью, чтобы они не расщелкнулись, не рассыпались никуда. Они все пораскрываются, порасщелкиваются и у вас будут все в одной кучке, подсохнут. Сложите в мешочек, подпишите от Велегия 2017 и положите. Те семена, которые не посадите, ну как, не используете в этом году, еще можно на будущий год использовать. Но самые лучшие посевы из свежих семян, буквально сейчас соберете в июле, в сентябре и октябре, через два месяца посеете. Будет стопроцентная схожесть. Такие семена, цветы как люпин, аквилегия, не нужно никогда брать в магазине. Их можно очень легко размножить своими семенами. Эти цветы часто растут просто на свободных, доступных территориях у нас в городе, на всяких клумбах общественных. Ничего страшного, подойдете, возьмете две-три головки. Вреда растению это не принесет. Можете взять хоть откуда, у знакомых, у соседей и посеять свою аквилегию. Про все сорта цветов, которые можно размножить самим, собрав семена, я выкладываю все эти данные у себя на странице в Одноклассниках. Заходите. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Там не только о цветах, о томатах, о перцах, о всех овощах, про обработку, про уход, про семена. Заходите, читайте, смотрите. До свидания. Всех добавляю в друзья. Всем друзьям рассылаю статьи и видеоматериалы. До свидания. До свидания. Продолжение следует...